Добрый вечер! На счет выпускной телевидении диалог о православии. Мы работаем в прямом эфире, и вы вместе со мной можете задавать свои вопросы священнику Русской Православной Церкви, настоятелю Николу Берликовскому мастеря Ивумину Евмению. Отец имени, добрый вечер! Добрый вечер! По нашей уже сложившейся доброй традиции предлагаю начать с чтения отрывка Евангелия. Этот отрывок будет считаться в воскресенье, за богослужением. Он будет считаться во время Божественной Диургии на церковнославянском языке. И мы с вами предлагаем прочитать на русском языке, а потом нам растолкуете. Итак, Евангелие от Луки, глава 8, стихи с 26 по 39. И приплыли в страну Годоринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего. Умоляю тебя, не мучь меня, ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его, как тебе имя? Он сказал, легион, потому что много бесов вошло в него, и они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездно. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав, «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Итак, с какой целью происходит вот эта встреча Господа Иисуса Христа с бесноватым? Ну, и ученики присутствовали. Различные цели Господь преследовал в этой ситуации, в этой встрече. Дело в том, что Господь везде и всюду укреплял апостолов в вере, объяснял им тайны Царства Небесного, показывал тайны устроения духовной жизни. И здесь мы видим, как Господь раскрывает еще одну из тайн, связанных с душой человеческой, насколько она велика, что у нее легион бесов мог селиться, насколько она дорога пред Господом, что Господь ради этого бесноватого, можно сказать, переплыл, потому что больше Он никому там не помог, никого не исцелил. Ради одного человека Он переплыл в Генесирецкое озеро и Его исцелил, и также удалился после этого. Господь показывает этим и присутствие в жизни человеческих бесов. Он явно разговаривает, и они Ему отвечают. Мало того, они потом выходят из этого бесноватого и топят в озере тысячу свиней, стадо целое. И это все говорит о том, что действительно вот эта сила бесовская, она реально присутствует в нашей жизни, существует. Это тоже Господь открыл вот на этом примере. И также Господь показывает в этом, что человек безумствует под действием силы бесовской. Мы в конце этого повествования видим, что человек сидел у его ног, разумный, слушающий, одетый, ведущий себя скромно и благочестиво, как только бесы из него вышли. Поэтому здесь множество моментов. Но основное, конечно, это укрепление веры через эти интересные такие откровения о духовной жизни, о устроении этого мира. Ну и прежде всего, конечно, то, что бесы в этом мире есть. Мы сейчас все более подробно, вы сейчас такой ликбест провели по всей передаче. Мы с вами все детально обсудим. Ну, надо, наверное, вспомнить в начале тот момент, который произошел до этого отрывка евангельского. То есть они когда плыли на озере, поднялась буря, начали волны захлёстывать в лодку, начали тонуть, а Господь в это время мирно спал на корме. И апостолы к нему бросились. Господи, ну что ж тут спишь? Погибаем, погибаем, спаси нас. И Господь сказал, где же ваша вера? Он тут же волнам запретил. И они начали спросить, ну кто же такой, что вот и волны ему повинуются. То есть у них было такое сомнение в вере. Даже не в вере, а в Господе. То есть они по-прежнему сомневались. И мы такие моменты видим во многих частях Евангелия, где они говорят, ну, например, Господи, а что ты не идёшь и не предстанешь перед всем миром, там, в Иерусалим, иди, вот, покажи себя людям, всяких, кто является пророком. Не только мы должны тебя знать. То есть они не веровали истинно в Него, и даже помню, как они разбежались, когда Господа распинали на кресте от страха. То есть мы помним, как они не верили жёным мироносицам, которые сообщили о том, что Господь воскрес и явился им. И здесь мы видим также, что они в этих лодках, переплывая озеро, они думали, ну всё, мы сейчас вот-вот утонем, захлестнут волны. И вот от этого ужаса и страха они прибежали к спящему спасителю, и сказали, разбудили, сказали, Господи, мы погибаем, что-нибудь сделай. Это вот нам сейчас хорошо живём, да? Мы знаем всю истину, нам всё открыто, что Господь воскрес потом, а в те времена... А там всё по буквам приходилось объяснять, показывать. То есть то, что мы сейчас знаем из поколения в поколение, передающееся, можно сказать, разжёванное, тысячелетней истории нашей церкви русской, ещё тысячелетней истории византийской, римской церкви. То есть мы огромное количество святых учителей церкви имеем у себя под рукой, в любой момент можем раскрыть, почитать, и они нам объяснят всё, что, так сказать, нам непонятно в той или иной части Евангелия, в той или иной части жизни духовной. Только не ленись. Да, только, ну, конечно, проявляй интерес. Опять же, по словам Господа из Евангелия, «Ищите и обрящите, стучите и отворят, просите и дастся вам». То есть мы вот эти моменты, конечно же, должны сами стараться найти, тогда Господь нам это дарует. И вот здесь мы видим, что также апостолы, они были простые рыбаки, у них не было образования, у них не было никаких там духовных званий или каких-то там семинарских знаний. Они просто ловили рыбу, Господь просто сказал мимо проходя, «Идите за мной», и они пошли. И поэтому Господь им вот разжёвывает. И здесь в ладьях мы видим, как они воскликнули, кто же это, тот, который повелевает и ветру, и морю, и оно их слушает, его слушает и ветер, и море. «Как же так-то? Что же это за такое чудо мы наблюдаем?» А потом в другом моменте, когда Господь пошёл по водам, это тоже для них было откровением, что все стихии покоряются под его, так сказать, ноги. И здесь вот шаг за шагом Господь открывал свою сущность, божественную сущность, свою силу, своё предназначение для спасения рода человеческого. И здесь мы, кстати, тоже видим в исцелении бесноватого, мы тоже видим спасение человека от рода бесовского. Господь пришёл и одним словом сказал, «Выйди». И они вышли. Да, в последние дни, во время Божественной Леорги, ну, дня три, наверное, да, каждый день читается практически один и тот же отрывок, «Просите, и дано вам будет вам». И Господь тут же нам открывает, мы же всё, что угодно просим в молитве. Но Господь что говорит? «Ищите Самого Высшего, Духа Святого». Разве вам Господь не даст Духа Святого? Ищите Царство Небесное, остальное всё приложится. И это мы, конечно же, забываем в своих просьбах. Мы просим по любви к ближним здоровья, мы просим себе здоровья, мы просим там работу, мы просим какое-то благосостояние, чтобы у нас там ещё что-то произошло такое нам полезное, нужное. Ну, это с нашей точки зрения полезное. Да, да, но это этот мир. Мы бывает, что и просим-то. Совсем не то. Совсем не то. И Господь нам, слава Богу, не даёт то, что мы просим. Конечно. И здесь мы видим так же, как люди даже обижаются. Я прошу, прошу, а Господь мне не даёт. И некоторые обижаются, а почему так? Но мы не понимаем, что просим-то мы иногда такого, что нам совсем не полезно. И когда, например, ну, казалось бы, такие крайние ситуации, когда человек просит за близкого, а он умирает. И человек даже, ну всё, я теперь в церковь не буду ходить, Господь меня не услышал, я на него обиделся. Ропот. Ропот начинается, уныние начинается, обида на Бога. Обида. Ну, почему он меня не услышал? Мы, опять же, это оценим со своей колокольни. С маленького человеческого, так сказать, мировоззрения. Мы же не видим судьбы этого человека в том мире. И если бы мы не видим двух судеб, допустим, одного и того же человека, если он остался бы жить по нашей просьбе, что бы с ним произошло дальше? Погиб бы он духовно там. Нет, нам это не важно. Нам главное, чтобы он был. Вот я привык, что он рядом со мной, что он мне помогает, что мне спокойно. Вот я хочу, чтобы он был со мной. Но мало ли что я хочу. А этому-то человеку что полезно? А может, ему Господь видит, что в этом мире он уже всё, что мог, хорошего сделал, и оставаться дальше в этом мире ему не полезно уже. Поэтому Господь его забирает. А мы нет, нельзя. Как святы отцы говорят, ты что, умнее Бога? Да, да, да. Вот такие простые фразы у святых отцов, они сразу ставят все точки над «и». То есть мы, конечно же, не видим всё в развитии временном. Господь же вне времени. Он видит и сегодня, и вчера, и завтра. Одновременно видит. И настоящее, и будущее, и прошедшее. А мы-то видим только сегодняшнее. Как сравнение такое есть. Мы уже говорили в этом, что как ковёр плетётся. Вот мы там сзади смотрим его, все эти ниточки корявые. А Господь уже видит всё полотно. Да, да. Изъеденной моли уже потом в течение веков. И какая его судьба дальнейшая. Это уже с тканого полотна. Что с ним будет дальше? Какую одежду из него и сошьют. То есть мы, к сожалению, очень коротки на ум. И это как раз то, что не даёт нам понять промысел Божий. Но, может быть, это естественно. Мы должны просто это понимать и стараться всё-таки уповать на Божий промысел, зная, что Господь намного мудрее нас. И для нас тогда будет проще. Что я думаю, что будет, что не будет. Предполагаю какие-то то одни варианты, то другие варианты. Я рассматриваю, что вероятность этого такая, вероятность этого такая. Давайте на Бога положимся. Ведь Господь без всякой вероятности просто знает, что будет так. И к этому нас подводит, подготавливая нас и наших близких. И вот здесь также Господь знал, к чему апостолов Он подготавливает, к чему Он их подводит. К своей кончине на кресте, к своему воскресению. К тому, чтобы апостолы, наконец-то, стали не просто рыбаками, какими они были, а стали учителями и строителями церкви. Созидали церковь христианскую по всему миру, по всей Римской империи разошлись. И вот эти вот азы, такие духовной жизни, Господь преподает в каждом из евангельских случаев. Мы видим, как с любовью, как с отеческой, буквально вкладывая каждому в сердце то или иное нужное ему понимание. Возвращаясь мы к нашей притче с самого начала. Что это за такая страна, гадаринская окрестность? Был такой город Гадара. Сейчас он уже, так сказать, его не существует. Хотя раскопки там ведутся, он найден этот город. Действительно, Гадара, это греческий город был. И вот в его окрестностях, собственно, все это происходило, он был расположен на берегу Галилейского озера со стороны Иордании. То есть с другой стороны. Есть страна израильская, есть страна иорданская. Вот он за Иорданом. За иорданской стране гадаринской. Поэтому и нужно было ему переплыть Галилейское озеро, чтобы туда попасть. Ну, там жили греки, там их бизнесом был, как сейчас есть, свинокомплексы. Да, вот там свиней разводят на продажу. Вот так они разводили свиней на продажу. Причем сами не ели свиньи. Да, сами воздерживались. А на продажу делали такие различные продукты. Такой сомнительный бизнес был, да? Ну, действительно, если брать жизнь народа израильского, то мы видим, что свиньи для них, они нечистые животные. И кто их употреблял в пищу, то он осквернялся по законам Талмуда, по ветхозаветным законам. И, конечно же, непонятно, кому они продавали, но, тем не менее, они это, видите, как там, целые стада свиней разводили. И это все у них процветало. И поэтому они были очень поражены такой потерей целого свиного стада. Но, тем не менее, догадались хотя бы не требовать спасителя, чтобы он вернул им свиней. Просто испугавшись, сказали, ладно, все, не входи, нам достаточно. В наш город не входи. То есть ради мелочной такой вещи, которую мы называем бизнесом сейчас, они потеряли богообщение. — Вернемся к свиньям. Почему свиньи вообще такие в отрицательном ключе в Евангелии представлены? Несколько раз мы там встречаем. Значит, и блудный сын там со свиньями жил, рожками питался. Потом, не бросайте жемчуга перед свиньями, вымытая свинья идет валяться в грязи. Тут же там, когда пес на свою блевочину возвращается, да, это слова из апостолов. Почему свинья именно в таком ракурсе представлены? — Ну, мы можем предполагать, почему Господь это включил свиней в перечень животных нечистых. Но предположения, они основаны на наших опытных, так сказать, видах. То есть чем свинья питается. То есть она, в том числе и калом питается, да. Как же свинья живет? Она очень любит кататься в грязи. Вот это ее прямо... — Кроме того, что она вниз смотрит, да, она не в небо. — Да, значит, да. У нее взгляд направлен не на небо, ну, как там у орла, там, или у сокола какого-то, там, или каких-то других благородных, да, животных. А все вниз, вот в поисках еды, причем подножной еды, которая у нее под ногами, которую она роет, копает, ищет. И это ее жизнь. То есть она это делает до конца своих дней, пока ее не убивает, и только тогда от нее какая-то польза появляется. А до этого она никакой пользы особой не приносит, кроме вот еды, спанья в грязи и, собственно, хрюканье, визга. Вот все, что она делает. Все нечистое, как мы видим. Только одна польза — это в дальнейшем сало, мясо. Вот и все. Но мы сейчас уже в новозаветные времена, конечно, так же и вкушаем свинину, то есть это нам разрешено Господом. Но, тем не менее, помним и знаем, что жизнь свиньи... Ну, не зря мы так ругаемся на тех, кто плохо себя ведет, ну, как свинья себя ведет, да. Вот это у нас тоже в подсознании заложено, что она нечисто плотна. Да. Многие люди не верят в существование бесов, да. И как кто-то из святых отцов говорил, да, что величайшей победой был дьявол предыдущего века, 20-й век, что дьявол внушил всем, что его нет. К чему такие вот мысли у людей приводят, что вот никакой борьбы ничего не надо? Ну, в любой войне прежде всего противник старается спрятаться. И для этого есть специальная разведка, там сейчас космические различные средства обнаружения, там какие-то самолетов, там какие-то разведчики, там квадрокоптеры и прочее. То есть чего сейчас только нету, чтобы лишь бы увидеть врага вовремя, его обнаружить. Почему? Как только мы врага видим, мы начинаем готовиться к встрече с ним, к бою. И нас не застают врасплох, что самое важное. А вот в смысле войны с бесами мы его совсем не видим. Его же не увидишь ни с космических спутников, там разведчиков, ни с самолетов, ни с квадрокоптеров. Ни с чего его не увидишь, мало того, он еще имеет такую возможность, как внушать нам определенный ход мыслей. То есть он говорит, в том числе и через людей, а в том числе и просто проецируя нам в голову мысли, что меня нет, нету меня. И мы не вооружаемся против него, мы не боремся с ним. Как можно бороться ни с кем? Его нету. Но по косвенным признакам мы видим, что вот тут что-то мне помешало, вот здесь мне подставили ножку. Ну это случайности. Или этот человек такой плохой. Да, то одна случайность, то другая случайность. И все они почему-то в закономерность переходят эти случайности. Как только я хочу идти в церковь, то колесо прокололось, то давление поднялось, то поругался с кем-то. Ну вот все против. Только бы не сделать какое-то доброе дело. То захотел я кому-то что-то помочь, опять что-то не так. Ну значит мне этого не надо, так человек решает. Не дано мне этого, да. Вот я лучше сейчас напьюсь, там около телевизора спивком полежу. Вот здесь никто не мешает, ничего, сразу все находится. Вот странность эта. То есть эти косвенные признаки показывают нам, что есть определенная сила, причем она личностная сила, как оказывается. То есть у бесов есть личность. Как у человека есть личность, как у Бога есть личность, как у ангелов личность, так и у падших ангелов есть тоже личность. И вот эта личностная сила бесовская, она нам мешает идти к Богу, она нам мешает делать добрые дела, она нам мешает спасаться. Почему? Если вспоминать историю наших взаимоотношений с сатаной, мы видим, что он завидовал нам еще в раю. Нашим предкам Адаму и Еве стал нашептывать, сделаете его то-то, чтобы нас поссорить с Господом. И мы, послушавшись его, из рая были изгнаны. Послушавшись кого? Того самого внушения бесовского. Хотя тогда-то они знали, что он есть. Но вот не устояли. Внушая людям, что его нет, люди живут себе спокойно, и дьявол их и не трогает. То есть живут они себе мирно, в болоте. Те, кто погибли уже, те, кто не верует, те, кто не старается творить добрые дела, те, кто не делает каких-то таких поступков, направленных ко спасению души, тех бес не трогает. Они живут тихо, спокойно. Зачем труп трогать? С трупом чего бороться? Он и так уже труп духовно. А вот те, кто пытаются встать, спастись, помочь кому-то, прийти к Богу, вот тут начинается война. Тут начинается война настоящая, потому что бес по-прежнему нам завидует. Да, вот человек даже может эксперимент провести. Откроет Евангелие или откроет там Псалтирь и сразу захочется спать. Сразу начинается зевота, сразу начинают глаза слезоточения. Вот просто зеваешь, зеваешь и засыпаешь. Ну ладно, ну в следующий раз. Сейчас я что-то сегодня устал. Вот сегодня отложу, а завтра обязательно, вот прям мысль стандартная приходит в голову. Завтра обязательно сяду, буду бодренький, отдохну специально и обязательно почитаю. Завтра другие дела начнутся. Завтра тоже самое, послезавтра тоже самое, а потом ты ловишь себя на мысли, а потом ты вообще забываешь, что у тебя отложена книга какую-то, я хотел читать о Боге, или Евангелие, или Псалтирь, или еще что-то, Жития Святых. Ты даже забываешь о ней, что она есть-то. То есть собрался читать? Читай. Через силу? Ну читай. Только через силу получается. Любое доброе делание для спасения души только через усилие может быть совершено. Почему? Потому что мы должны пересилить бесовскую нападку, которая нам будет мешать. Это первое. И второе, мы должны пересилить свое естество, которое тоже нам будет мешать. Которое скажет, ой, а есть хочу, ой, а я спать хочу. Наше естество, оно греховное, оно повреждено грехом. Оно повреждено тем самым воздействием беса, которое было на Адама и Еву. Нам по наследству это все передается. И, естественно, семя Тли, то есть это греховное семя, оно сразу же восстает против любого нашего желания к Богу прийти. А как раз вот это желание прийти к Богу, исполнять заповеди, оно единственно правильное. Потому что ведь на самом деле, как мы с вами говорим, то, что мы считаем, что мы себя любим, а Господь что говорит там, да, как любите себя, так и ближнего, а любим ли мы себя, когда мы начинаем узнавать. То есть мы, все наши желания, они, в общем-то, направлены как раз на погибель, да. То есть мы фактически, думая, что любим себя, мы сами себя ненавидим. То есть мы начинаем потакать всем нашим желаниям, а желания наши повреждены. Ну, хороший такой пример, это когда ребенок, желая напоить побольше молоком котенка, он его топит просто. Он только макает его носом в молоко, тот захлебывается и умирает от еды, да, казалось бы. Это полезный. Вот мы, неправильно любя себя, а как правило, мы любим только свое телесное естество. Духовное естество мы не любим, как это показывает наша практика, наша жизнь. Мы любим только телесное естество, и только его желание мы удовлетворяем. Вот захотелось спать, обязательно надо поспать. Захотелось есть, надо поесть. Даже в три часа ночи, проснувшись, я иду есть, например, да. Или там еще что-то, захотелось выпить. Вот я выпью, мне даже надо расслабиться. Но все, что я перечисляю, это все тело. А где тут душа? Это желудок, это мышцы, это какие-то другие наши органы, чувства, осязания, обоняния. И все это лишь телесное. А вот задумайтесь, ведь вы же из двух с половиночек. То есть есть желания еще и духовные, а вы их где-нибудь, когда-нибудь, не то что не исполняли, вы их когда-нибудь слышали, хоть когда-нибудь позиционировали, что, а вот, а у меня голод духовный оказывается. Мне хочется духовного. Ни борща, ни шашлыка, ни пива. А вот духовного хочется. Вот сами задумайтесь и скажите, вот да, действительно, вот вчера у меня был вот такое духовное желание. Что-то, то-то, то-то сделать. И потом, если действительно это было, может быть у кого-то и такое происходило. И потом ответьте, а сделали вы его, это духовное желание? Или тут же плоть восстала, ой, нет, сейчас не могу, сейчас что-то я приболел. А они всегда воюют, тело воюет с душой. И это стандартная ситуация. Это всегда, всю жизнь происходит у каждого человека. Если вспомните Серафима Саровского, то он носил на себе всегда котомку с камнями. Тяжелую котомку с камнями. Когда его спрашивали, а он ведь был инвалидом, можно сказать. Его избили до полусмерти, и он после этого был такой согментный. То есть много телесных ран было у него. Его спрашивали батюшку, а зачем вы носите-то это все? Что он отвечал? Томлю томящего меня. Он кого томил вот этими тяжелыми камнями на спине? Душу? Нет. Он тело-то истомлял, потому что тело томило душу. Потому что душа хотела молиться, а тело нет, давай не будем молиться. И тогда он накладывал на себя такое эпитимие. Ох, хорошо, я сейчас со своим телом боролся. Как это ни странно звучит, но в житии его это есть. И вот по этому принципу происходит жизнь каждого человека. Это один и тот же принцип, один и тот же сценарий. И здесь мы просто внимательно за собой понаблюдав, понаблюдав, мы увидим, что это все совершается каждый день с нами. Совершенно жестко. Вот как есть законы всемирного притяжения. Так вот есть законы телесного притяжения. Тело тянется к еде, к спанью, к блуду, к каким-то другим развлечениям. Но только не на молитву, только не в храм, только не на какие-то. И только когда уже душа изнемогает духовно, вот ну все, уже такое на душе тошнотное состояние, что же это делать? Вот только тогда мы начинаем задумываться, что же такое-то, почему вот вроде все есть. Вот тебе еда, вот тебе питье, вот тебе гуляние. А почему на душе-то так плохо? И здесь мы начинаем уже искать, а как же удовлетворить, как же успокоить душу. То есть мы почему-то доводим сначала себя до болезненного состояния духовного. Когда начинаем чувствовать боль духовная, тогда начинаем уже искать врача, а это Господь. Существует такое мнение, что темные силы действуют только там, связаны с кладовством, с магией. Или как мы с вами говорили, что-то не получается. Кто-то скажет, а сглазили меня. Это вот действительно так? Есть ли вне вот этих вот таких вот моментов воздействия бесов? Бесы действуют по любому поводу. Они пользуются любым нашим конфликтом с людьми. Просто с близкими. Вот мы поссорились с кем-то, и бес этот конфликт будет раздувать. Будет одному нашептывать одно, другому прямо противоположное. А если у беса есть еще и какой-то колдун, то, конечно же, он и этому колдуну будет еще потакать. Об этом мы можем почитать в житии Киприана и Устине, например. Или в житии Иоанна Богослова, апостола, где он с колдуном боролся. И последствия. Мы видим, что там дальше происходило. Вы можете взять и почитать. Это очень интересно и очень познавательно. И это происходило действительно в жизни. Поэтому, конечно же, есть и колдовские действия. Но эти действия и эти силы, они происходят от бесов. То есть колдун всего лишь бесов натравливает на того или другого человека. Бесам это нравится, почему нет? То есть самим им надо было придумывать, чем бы им заняться. А так вот им этот придумал человек. Все, сказал, сделаем обязательно. И люди еще к ним обращаются. А еще и да, тут еще надо узнать некоторым людям, а что же там в будущем. Конечно же, бес тут вообще огромное поле деятельности открывается. Он столько наплетет, с три короба. Поэтому, конечно же, мы должны избегать всех этих контактов со всеми, кто нас так или иначе стыкует с бесами. Никаких выражений, никаких магов, никаких колдунов нам даром не нужно, потому что от этого будет только проблема. Бес, единожды призванный, не уходит без своей мзды. Он сначала сделает какую-то пакость человеку, только потом, может быть, уйдет, если мы приложим огромное количество усилий и с Божьей помощью его изгоним. Есть тяжелые формы беснования, да? Какие есть признаки одержимости? Я встречал такие формы. Самый яркий признак бесноватого человека – это его реакция на святыню, на святые мощи, на крест, на причастие, на молитвы. Можно рассказать то, что, допустим, я сам наблюдал в своей практике священнической, когда женщина бесноватая сама не могла. Она верующая, она хочет причаститься. Она приходит в храм уже с мучениями, то есть ее уже крутит. И она просит, батюшка, пускай меня кто-нибудь, или родственников своих просит, или знакомых по храму, подведите меня к причастию, потому что сама я не могу подойти. И ее ведут за руки, а у нее просто все обмикает тело, то есть она едва-едва передвигает ноги, бес ее не пускает, и после причастия она просто падает на пол. Это я лично наблюдал. А исповедуется, она дает мне на листочке написанные свои грехи, встает на коленочки, наклоняет голову, дает мне бумажку. Я читаю эту бумажку, а из нее бес рычит – не читай, не читай, не читай. То есть даже в этот момент бес пытается сопротивляться вот этим священным действием. И как правило у человека голос меняется, да? Голос не женский, да. И могу четко сказать, то есть там вот в ней голос совершенно не женский был. И таких много случаев… Это вот еще верующие. А сколько людей неверующих, которые в церковь даже не могут зайти? Да, они не считают это беснованием, а значит и не могут с этим бороться. Они считают, что это нормальное, естественное поведение. И бес им сразу же массу отговорок говорит, да это попы, чего к ним ходить. Да это там церковь, это все выдумки. Да не ходи туда, да не молись, да не причащайся, да не исповедуй. Не надо ничего делать. Как-то ты подходишь туда, тебя же трясти начинает. Тебе же неприятно, тебя там силы покидает. Тебя просто вот все крутит и вертит, да? Ты же чувствуешь это? Чувствуешь. Так зачем ходить туда? Зачем тебе мучиться? Вот человек тоже, да, в этот момент, если он не может долго находиться в храме, не может войти, для него это звоночек, что с ним что-то не так. Что надо срочно спасать свою душу. Действительно, это вот тот самый один из признаков реакции на святость. И частые детишки, даже младенчики, да, кричат, орут, вот буквально наблюдала картину. Вот мама на руках младенчик там, ну, годовалый, она просто переступает порог церковный. Вот дверь открыта, порог переступает, ребенок орет как резанный просто. Вот как будто его тут же что-то делают ему очень больно. Она делает шаг назад, ребенок перестает кричать. Опять переступает, опять орет, опять назад уходит. Как это объяснить? Ребенок ничего не видит, не чувствует, не понимает. Он реагирует на атмосферу храма. Вот просто в храм внесли ребенка, он резанный, ревет просто. Выходит, затихает, улыбается. Это первый признак того, что не все хорошо в духовной жизни этого ребенка. Что делать? Ну, надо в каждом из случаев советов со священником. Ну, ребенок, скорее всего, по грехам родителей страдает. Ну, естественно, да, это грехи родителей. То есть бесноватый, может быть, это и не бесноватый, но уже поврежденность духовная есть. Если дальше это будет продолжаться, то это приведет к очень плохим последствиям. Ну, и как мы видим, по примеру жития преподобной Марии Египетской, в такое состояние, когда она тоже не могла подойти к храму, все это исцеляется, все это лечится, что человеку не нужно отчаиваться, нужно просто делать шаги. Да, вот то, о чем я говорил, что человек такой в греховном состоянии, в общении с бесами, он даже к храму не то что войти, он приблизиться не может. Вот Мария Египетская отталкивала какая-то сила, она пыталась войти несколько раз, делала усилия, но ее отталкивала от дверей храма. То есть она в храм войти не могла. И только после того, как она взмолилась Богородице, как попросила прощения, как раскаялась со слезами, только после этого она смогла войти в храм. И здесь явно она увидела, что есть сила божественная, а есть сила весовская. Да, и Господь нам что говорит? Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. То есть для нас самое главное – это покаяние. Да, Царство Небесное приблизилось, и ничто в него не войдет, нечистое. И если человек нечист, то как он может туда войти? Вот эти все случаи, они показывают, что даже приблизиться не может. А покаяние – это как раз то, что очищает нас от нечистоты греховной, от воздействия весовского, от различных нападок. Поэтому почему же этим не пользоваться? Тем более ничего же не нужно, ни каких-то миллионов, ни каких-то других моментов. Просто прийти и свою душу, очистив, освободить от воздействия весовского. Покаяние, мы с поведью. На исповедь, на причастие. Без этого нету жизни. Мы читаем это в Евангелии, Господь говорит, что тот, кто не вкушает тело и крови, моей жизни не имеет. И Господь говорит нам в Евангелии про бесов, когда не могли изгнать апостолов, сказал, что сей руд сгоняется только постом и молитвой. Да-да-да, это мы тоже читаем в Евангелии. Есть такая гора Фавор. Вот спустившись с горы Фавор после своего преображения, Господь увидел, что внизу вот эта толпа людей, и там бесноватый сын, а отец с плачем обращается к апостолу, но те не могут из него изгнать бесов. И когда они потом спросили, после того, как Господь изгнал этого беса, он им ответил, что руд сей только постом и молитвой изгоняется. По неверию вашему у вас это не получилось. По маловерию. Сколько демонов может вместиться в человека? То есть один к нему приставляется? – Удивительно, да, вот насколько душа человеческая не познана и насколько она огромна, что в нее, вот в данном евангельском случае, мы видим, что легион, это тысячи демонов, были внутри одного человека. И если человек небесноватый, то к нему приставляется один бес, когда он вне находится и пытается всячески вредить человеку через мысли, или через какие-то обстоятельства, чтобы погубить душу, чтобы не дать ей прийти к Богу. Потому что бесы понимают, что если предоставить человеку жить, так сказать, с ангелом, с его хранителем, то ангел его приведет к Богу, и в Царство Небесное он войдет, слушаясь ангела. Поэтому с каждым человеком представляется бес, который оспаривает каждое слово ангельское. То есть тот говорит да, этот говорит нет. Тот говорит нет, этот говорит да. И так далее. И везде, если вы сами понаблюдаете за собой, за своими мыслями, вы увидите всегда два центра внутри себя мыслей. Одни мысли говорят, сделай, потерпи, прости, полюби. – Мирные такие, да? – Мирные, спокойные, которые направлены на добро. А другой центр мыслей говорит, а что это ты должен прощать, а что это ты должен терпеть, а что это ты должен любить. – Надо отомстить, гнев. – Надо отомстить, надо показать, надо доказать, надо что-то сделать, напакостить. Вот это в каждом человеке присутствует. Вот эти две спорящих стороны – это яркое доказательство правоты того, о чём мы сейчас говорим. – Оно внутри человека? – Мысли внутри человека. Но эти мысли приходят извне. То есть наша голова, она как радиоприёмник или телевизор, который просто принимает мысли от ангела, мы слышим их, и мысли от беса мы тоже их слышим. А наше сознание, наше «я», оно как раз выбирает, какую сторону приятия. Стать на сторону ангела и его послушаться, или стать на сторону беса и его послушаться. И зависеть от этого решения зависит наша дальнейшая жизнь. – Нечто среднее никак нельзя? – А вот не получается среднего. Как нету среднего между Царством Небесным и Адом. Вот нету серединного, так сказать, места его… – То есть либо мы с Богом? – Либо мы в Царстве Небесном, либо мы в Аду. А вот третьего не дано. Так и здесь. Либо мы с ангелом и с Господом, либо мы с бесом и с Адом. Вот это надо понимать. – Почему Господь не уничтожит бесов? – Не уничтожает? – Ну, по нескольким причинам. Первая причина – потому что Господь их создал вечными. А Господь все, что творит, Он это, тем более со свободой выбора, свободой воли, бесы были разумны, с разумным естеством. Господь их не будет уничтожать, потому что Он их сотворил, и это было бы злом, если бы Он их уничтожил. И здесь мы в этом также видим промысел о человеке. Потому что бесы нападают на людей, всегда ища в нем слабинку. Ну, один поесть любит, другой выпить, третий на другой пол заглядывается, четвертый любит, когда его хвалят, пятый поспать любит, полентянничать. И бес к этому каждому из нас подбирает свои ключики. Какие наши слабости. Вот этим Он как раз и показывает то, над чем нам надо работать. – То есть они как тренеры, да? Господь их оставляет, как святыцы говорят, да? То есть те люди, которые праведные, они еще больше, славнее станут. – Да, мы же, ну, когда в спортзал приходим, нам тренер, видя нашу там слабость рук или слабость ног, или там дыхалку слабенькую, или там еще что-то, он дает упражнение на наши слабости. Нам это не нравится, нам плохо, там тяжело, но мы зачем пришли туда? Чтобы натренироваться. Поэтому слушаемся. Вот здесь мы видим, что бесы нападают на наши слабые стороны. Таким образом мы из чувства самосохранения стараемся бороться с этими своими слабостями. Таким образом бесы нам помогают спасаться от наших слабостей. – Сами того не желая. – Сами того не желая, конечно. – Почему в притче Господь позволил, то есть удовлетворил просьбу демона и позволил войти в цар, в стадо свиней? – Ну, во-первых, Господь, Он не ценит свиней, бессловесных, которые всё равно на пищу уготовлены на то, что их убьют и приготовят из них пищу. А вот души человеческие, которым Он таким образом показал, с чем нам надо бороться, с кем, кто наш враг, вот их Он ценит. И для этого Он как раз и не пожалел стадо свиной и достиг своей цели. – А для нас, наверное, это главное, то, что ничего не происходит без воли Божьей. – Конечно. То есть, первое, мы увидели действие бесов. Это сразу же нам показало, кто наши враги. – То есть они уничтожили сразу всех свиней? – Да, и мы видим, что действительно, сила-то огромная у них. Второе, мы видим, что, оказывается, даже в свиней бесы не могут войти без разрешения Божьего. И в этом мы понимаем, что сила Божья еще огромнее, более, чем бесовская. Кто сильнее Бога? Кто якобы Бог? Архангел Михаил воскликнул. И через это мы тоже научаемся правильному пониманию духовной жизни. Третье, мы видим любовь Бога даже к бесноватому, который там, ну, безумец просто был, и его все отвращались от него. Он жил в гробах, просто в пещерах, которые заброшены, заброшены, которые никому не нужны, и он сам был никому не нужен. А Господь ради него переплыл озеро Галилейское, и историк из него и бесов. Это тоже мы видим в этом случае. Поэтому, конечно же, много таких моментов здесь мы раскрываем для себя. Всегда ли одержимые люди хуже других? Вот мы, например, когда читаем притчу в Евангелии, да, которую мы сегодня с вами рассматриваем, нам кажется, что вот этот бесноватый, он самый страшный. Нам прямо вот отторжение от него. Но в итоге оказывается, что он как раз, когда был исцелен, он остался с Господом, а те люди, которые там жители, они прогнали Господа. Ну, действительно, страшным он является, потому что в нем бесы. Это мы, реакция души каждого человека на присутствие бесовское. Вот если кто-то когда-то ощущал такое страхование от бесов, да, вот совершенно закрытые комнаты, никого нет, мы читаем что-то такое, и вдруг какой-то ужас нахлынует на нас, да, непроизвольно, ничего не изменилось, ничего не произошло, никаких шорохов там. Но вдруг вот просто раз, и как-то стало страшно. Вот здесь мы в бесноватом, такой же ужас ощущаем от присутствия бесовского в нем. Но как только бесов изгоняет Господь, мы видим душу измученного человека, бесом измученного, которая кротко и смиренно сидела у ног Спасителя и слушала его. То есть оказывается, это он красивый. То есть если изгнать из него силу бесовскую и все, что с ней связано, оказывается, образ Божий-то в каждом человеке есть. А он красивый, этот образ Божий. Поэтому нельзя говорить, что какой-то человек страшен или противен. Это неправильно. Всякий человек – это образ Божий. Только он может быть измаран, только он может быть исковеркан, изуродован. И если его восстановить помощью Божьей, он будет так же красив, как и все. Что же стало дальше с теми людьми, с гадаринцами, которые прогнали Господа? Господь ушел. Да, Господь, конечно же, не стал навязывать свое присутствие в их городе. Но посмотрите, как интересно он отнесся к этому бесноватому. Бесноватый ведь просился, Господи, можно я поеду с тобой и буду ходить за тобой, буду всегда с тобой. А Господь сказал, нет, останься здесь и расскажи своим ближним, что с тобой Господь сотворил. То есть он его призвал на свидетельство, на евангельское свидетельство перед всеми жителями гадаринской страны, не только этого города, но и всех других городов, окружающих его. Там, по-моему, Сардиц еще было. Как ему тяжело потом было проповедовать-то? Конечно же, это все для него был труд. То есть как и апостолы трудились, проповедовали, их били, их гнали, их убивали в конце концов. Ведь все они погибли насильственной смертью, все апостолы. Кроме Иоанна Богослова, которого также пытались убить, отравить, но Господь ему не дал умереть такой смертью. То же самое с этим гадаринским, то же самое. И ему предстояло испытать все эти гонения, мучения, в конце концов, потрудившись на таком лоне евангельской проповеди, войти в Царство Небесное. Ну а люди, те же гадарницы, они такие же, как и большинство наших людей. Ведь на самом деле мало сейчас гонений на церковь, которые откровенно хули от церковь. Сейчас большинство людей такой позиции придерживаются. Например, тот же батюшка пришел, вы там у себя в храме проповедуете, а нам тут не надо. У нас тут вот, мы живем так все хорошо, вы там у себя. Да, не лезьте в нашу жизнь. Даже близко не приближайтесь, потому что даже ваше присутствие нас смущает, например. И не говорите нам ничего про ебанки или про покаяния. Да что, батюшка, даже вот простая вещь. Вот человек говорит, слушайте, ну мы же все умрем, давайте подготовимся к смерти. Что нам отвечать? Не надо о плохом, не надо о смерти, не надо никакой подготовки нам, нам надо жить, жить и думать о хорошем. А как это так? Это все равно, что студенту в каком-то институте или университете говорить, не надо говорить ему о экзамене, не надо. Давайте о хорошем, что сейчас пойдем потусуемся, пивка возьмем, пойдем гулять, на танцы еще куда-то. Зачем нам об экзаменах думать? Не, ни в коем случае. Вот то же самое и здесь. Даже не на священника, даже на своего собрата, ближнего своего, который призывает к размышлению о спасении души, реакция какая? Не надо, не хочу. И это, конечно же, тоже гонение, но не яркое, не такое яростное, с убийствами там, или с битьем, но оно внутреннее гонение. Прогоняют все равно люди Господа из жизни. Да, как те самые годаринцы, ведь они же не камнями не бросались в Господа, не требовали от Него вернуть им, так сказать, утерянное имущество этих умерших свиней. Нет, они просто сказали, уйди отсюда, вот не надо. Нам ничего не надо. Нам ничего не надо, вот давайте, тут твоя дорога, тут наша дорога, мы вот поживем как-нибудь без тебя. Вот сейчас таких очень много. Сейчас людей, которые говорят, да зачем эта церковь? Да у меня Бог в душе, да я вот спокойно живу, да я ничего плохого не делаю. Есть такой тоже удивительный момент, да, человек, который неверующий, он боится смерти, а с другой стороны, да, вот тоже людям стоит задуматься, а почему верующие люди или те же святые отцы, они даже жаждали смерти, да, мученики шли на мученицев за Господа, почему, в чем разница? Ну да, слова апостола Павла можно привести в доказательство, что я хотел бы быть со Христом уже сейчас, но ради вас я еще здесь остаюсь. То есть вера упраздняет страх смерти? Конечно же, потому что человек уже живет не только в этом мире, он уже живет в духовном мире, и он понимает, что реалии этого мира материального, они потихонечку, так сказать, отходят на задний план, а на первый план выходят духовные реалии жизни, и человек понимает, что там-то лучше, в духовном мире, ты намного красивее, добрее, и ближе к Богу, а чем ближе к Богу, тем лучше. К чему мы и призваны, это наш дом. Да, и этот путь мы уже здесь начинаем, этот путь приближения к Богу, а значит, к Царству Небесному, к Раю и к Блаженству. Но многие не хотят, да, по многим причинам, и поэтому выбирают другой путь, который очень ужасен и не спаситель. Да, у нас осталась минута, пожалуйста, вам заключительное слово к передаче. Ну, говоря о том, что мы сегодня, так сказать, рассуждали, давайте всем пожелаем, чтобы мы избегали бесовских нападок, боролись с ними, постом и молитвой, причастием и исповедью, и почаще читайте Евангелие. Там большая мудрость ко спасению. Благодарю вас, что вы к нам приехали, приезжайте еще. Спасибо, Господи. На сегодня все. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok